Всем привет! В шестом туре я играл белыми с Данилой Алексеевичем Суторминым, тоже шахматистом Дальнего Востока. Очень Данилу опасен, такой неплохой тактик. Ну, так как я не способен запомнить 8 первых ходов, я решил, что готовиться не буду, и линию, которая у нас встретилась, вообще не угадал. Ну, на Ж6, я считаю, конечно, белые должны ходить уже не С4, а Е4, наказывать за то, что противник не борется за центр. Ну, а здесь ходов у белых огромное количество. Чаще всего я раньше играл здесь Ф4, есть линия Ж3, такая, ну, достаточно интересная. Тут я решил пойти слон Е3 и конь Ф3. Так я вообще, по-моему, не расставлялся, ну, один-два раза в жизни, не больше. Вот так. Конь Д7, и здесь я зачем-то вышел в А4. Конечно, слон С4 с угрозой слон бьет Ф7, потом конь Ж5 и конь Е6 намного интереснее. После Е6, А4, Б6, ну, одна из стабий, так называемой защиты уйтелки. У белых объективно получше, проще всего это сыграть конь Е2, потом отвести слона, поставить коня на Ж3, пешку на С3. И так поприятнее чуть-чуть белые стоят, хотя линия такая достаточно боевая. Я пошел А4, решил, что пора дать мат, и потом плевался, а зачем же завел пешку, довел до А5. Что она у меня там забыла вообще? А4, ну, Б5 давать не хотелось, слона вывел на С4. Ну и здесь, как меня просветил Данила, основным ходом является Д5, и после слона бьет С3, БЦ, Е5. Возникает такая сложнейшая позиция, ну, с игрой на три результата. Да, у белых преимущество двух слонов, но паршивая пешечная структура на ферзьевом фланге. Хотя, ну, что такого, наверное, можно пойти А5, потом С4 взорвать. В общем, мне позиция белых здесь кажется более перспективной. Ну, может быть, может быть, ну, слон С8 совсем тупой. То есть, белые пойдут конь Д2, поставят Ф3, Ж4, и начнут пытаться разрывать ферзьевый фланг. Вот, но я не знал, что на Д5 обязательно слон бьет С3. Мне, по-моему, не понравились какие-то другие, более спокойные игры, и я сыграл ферзь Е2. Поставил ладью на Д1, и движок показывает, что у белых уже похуже. Все-таки Чепукатис был очень великий шахматист, то есть, именно он регулярно играл защиту у Ителки, причем так вот, с неплохими противниками и с отличными результатами. Вот, здесь движок пишет, что должен был, ну, что был неплохой ход конь Е4, я его видел, но предпочел разменяться. Здесь движок, опять же, настаивает на том, что С4, ход, который я страшно хотел сделать, был необходим. После рокировки Б5 позиция примерно равная. Вот, ну, примерно равная, а времени на часах уже где-то в районе 5 минут у меня. Ну, и примерно столько же у противника, там, плюс-минус, немножко. Конь Ф5, ну, как не напасть на такую вилку на Ж3. Рокировка. И здесь аккуратный ход С3 подчеркивал стойкий плюсик белых. То есть, я хочу пойти слон С2, все время висит на Ф5, все время пограживает Ф4. Вот, а хода Б4 по какой-то причине у черных нет. По-моему, из-за С4 и на конь Д4. То есть, вот такой игры вроде бы нету. Потому что... А, нет, он Е3 здесь нет. Вот, нет, стоп. А, ну, видимо, ладья бьет Д4, да, и на Ферзь бьет Д4. Слушайте, может, я и брежу. То есть, может быть, ничего он и не подчеркивал. В общем, сыграл я нормальные в 4. Хотя, все время мерещится теперь, что белые получат мат на Ж2. Да, вот, король Аш8. И вот... А, вот здесь как раз С3 ходить было не надо. А надо было аккуратненько сыграть пока что Ферзь Ф2. После С3, Б4 я Ферзь Ф2 пошел. И вот эта позиция, она оценивалась движком как равная. По какой-то причине он ладья Б2 хотел ходить. Я тоже так изначально и пытался. То есть, если черные пойдут слон Е4, то после слона С2 у белых стойкий перевес. Слон Ж7 туповат. Пешка А6 слабая. Коня Ф5 мы сгоним. Я не понимал, что делать на слон С6. Грозит ладья Б8. Хотя, может, и не грозит. Потому что... Там не исключено, что какой-нибудь удар слон бьет Е6. Ну, то есть, делаем какой-нибудь полезный ход. Условно полезный. Там, ну, не знаю. Ладья Д3, да. И на ладья Б8 слон Е6. Стоп-стоп, извините, у меня же мат на Ж2 где-то летит. Может быть, какой-нибудь более полезный ход, чем ладья Д3. Ха-ха-ха-ха. Ладья Д8. На король Х7 слон бьет Ф5 мат. Ну, кстати, я и здесь, наверное, изрядно пошахую. Ну, король Х7, конь Ф6. Так, погодите. Тут белые, наверное, выигрывают просто. Ладья Ж2, король Х3. Ладья бьет С3. То есть, мне нужно... Ну, да, ну, скажем, съел. И вот это вовсе даже и не мат. Потому что я убежал. И грозит ладья Ф8 и слон Х6 мат. Да, ну, как бы, такие тонкости, в общем... Ха-ха. И непонятно, чем ладья на Д3 так прекрасно еще, помимо всего прочего. Ха-ха. Вот, я не поднял. Я сыграл слон С2, отдал пешку. И движок оценивает, что это все равно равная позиция. Даже у белых чуть-чуть поприятнее. Надо было пойти слон Е4. И что, вроде как, вот после этого размена, ладья готова влезть на Д7. Пешка С7 нифига не проходная. А слон Ж7 туповат. Я сыграл ладья Д3. И уже белым надо бороться за ничью. Хотя, это мне так казалось. А движок посмеивается. То есть, Ж4, конь Е7. Он тут делает какой-то ход типа Ж5. Но у меня там уже было где-то минутки 3. Из них больше двух минут я потратил на расчет хода слон Бьет А6, который пришлось сделать. Потому что, ну, любой другой ход был бы неоправданной потерей двух с лишним минут. Слон Бьет А6. Ну, это, конечно, ход достаточный только для ничьей. Вот, конь Д5, Ж5. Ну, и вот здесь движок надо мной смеется. Говорит, что король Ж8. И не сделаешь ты, Роман Юрьевич, ничью. Хотя, изрядно за нее поборешься. Ладья Ф3. Ну, и тут есть ладья Ф8. Есть слон Ф8. В обоих случаях, кстати, как мне кажется, черным очень нелегко реализовывать свой перевес. Потому что, ну, белые там королем сейчас на Ж4 куда-то отправятся. И пешки Ж и Аш, они такие достаточно опасные. Вот. Но, тем не менее, все остальные ходы ведут к легчайшей ничьей. Здесь был ход ладья Ф5. Ну, можно просто взять Ж, и после, ну, скажем, ладья бьет Е5, конь С5. Ладья Х5, король Ж3, ладья Х6. Белые успевают съесть на Е6. Ну, и это совершенно ничейный ладейничек. Думаю, что хватило бы у меня сил справиться с достижением. После ладья Ф4 был ход хороший ладья Д8, шах. Тоже давало ничью. На ладья Ф8 ладья Д7, а на слон Ф8 конь Ф6. Но мне не хотелось... Ну, я посчитал раньше, что есть ход конь С5. И после слон бьет Ж5, конь Е6. Черным объявлена вилка. И здесь мы играли, так, 47 ходов. А всего партия длилась 93 хода. То есть, еще почти 50 ходов. То есть, Данила примерно десяток ходов отнимал у меня пешку на Е6. Вот. Как бы не больше. Только на 64-м отнял. Ну, и на 93-м, вот в такой позиции, мы все-таки согласились. Он мне все-таки предложил ничью. За что ему огромное спасибо. Мог играть еще ходов, ну, почти 15. О, больше, почти 25, да. Больше 20 ходов мог еще бороться. Вот. Так, мои извинения. Опять я пропал с камер. Вот. Ну, что поделать, подвисает. А, ладно. В общем, ничья такая. Я не сказать, чтобы сильно расстроен. Вот. В принципе, голова вполне работает. Не хуже, чем, допустим, работала днем раньше. Оно понятно, что и не лучше. В общем, всем, кто болел, спасибо. Сегодня играю с чемпионом России по быстрым шахматам, Романом Кезиным. Я ему проиграл в быстрое на мемориале Шушарина. Но это не помешало, кстати, мне там занять достаточно высокое четвертое место. Все. А, и его опередить. Ладно, все, всем спасибо. Спасибо.